Здарова, друзья. Прошу прощения, что без микрофона, поскольку снимаю это все в отпуске. Хочу сегодня рассказать о Аквабоксе, который уже два года использую на море. Фишка в том, что таким образом можно брать его на любой пляж свой мобильник, в нем читать, что-нибудь сидеть в интернетах, общаться с вами вконтакте, и при этом не бояться, что твой мобильник сопрус вместе со штанами, кошельком и чем-то еще, поскольку ты его берешь с собой. Плюс можно использовать для водных фоток, что тоже прикольно. Соответственно, у нас вот такой Аквабокс, он толстый, огромный, с кнопками. Это чисто под iPhone-версия, но наверняка есть и под что-то еще, и, соответственно, с камерой. Теоретически он еще и противоударный, но это я проверять не очень хочу и не очень стремлюсь. Основная для него задача это все-таки waterproof, как и написано. Значит, в чем фишка? Он открывается, у него есть четыре кнопки, которые взаимодействуют с домашней кнопкой, с тремя расположениями на iPhone, сейчас покажу, где. Вот здесь, то есть мы ставим куда-то сюда камеру, либо на эту, либо на эту. Кнопочку нажимаем, камера открывается, и потом посредством вот этой кнопки долбим уже непосредственно на спуск камеры. В сам aquabox телефон помещается вот сюда, это я могу показать натурально. Вот эти штучки бывают разных размеров, и я, как видите, подобрал таким образом, чтобы телефон не болтался, находясь в бампере. То есть не обязательно снимать свой бампер перед тем, как запихнуть iPhone в aquabox. Дальше это все накрывается вот таким вот образом, и сзади защелкивается намертво. Значит, из плюсов действительно там, ну я не знаю, он, по-моему, до 10 или до 20 метров, до такой глубины, а, вот, 40 метров, да. До 40 метров я с ним не опускался, плавал там порядка 10, и действительно воду держал безропотно совершенно, волнами пластиковую застежку еще не разбил их, хотя купались и в очень жестких волнах. На что надо обратить внимание, какие есть подводные камни. Во-первых, может попасть песок, и тогда вот этот замок, где пружина, где сам замок, все вот эти вот щели замка и так далее, они начинают плохо работать, в том плане, что трудно закрыть, трудно открыть, потому что все это забито. И второй момент в том, что вот в эти места тоже может попасть песок, вот, под ногтем. Но это, что характерно, ни на что не влияет. По крайней мере, там, ну, вот, в момент закрывания, может быть, на долговечность влияет, это надо будет проверять, но пока 2 года нормально, максимум, что я с ним делаю, просто промываю его водой. Хранить надо обязательно открытым, потому что туда тоже иногда попадает влага, если конденсат или еще как-то, и тогда потом камера запотевает, особенно, если мы в холодное море входим. Ну, соответственно, это не очень хорошо. В остальном работает все отлично, я сейчас включу на втором телефоне камеру, видеокамеру. Ну, я так включу... А, ну, давайте, собственно, я вам покажу. То есть у нас вот уже, допустим, открыта видеокамера, мы все сюда закладываем, пока она не включена. Мы все закладываем, закрываем, закрываем этот самый, и вот, нажали кнопку, запись пошла. Как это все работает в воде? Примерно вот так. Ну, и сейчас я его сниму, и в конце просто приклею то, что он там наснимал, чтобы показать качество, там немножко им под водой поснимаю. Что? Ну, это было. ОнGenetics Jackie Как такое? Да. Красно. А, да. Анап toimил. Один. Вот. Да. Ну, соответственно, вот так он снимает, и заодно посмотрим, насколько до него попадает звук через микрофон, через аквабокс в микрофон.